Полностью предприятие становится автономным, независимым, стабильным и никакие колебания рынка, никакие капризы либо нюансы в деятельности партнеров ему, грубо говоря, не важны и не страшны. То есть оно само себя обеспечивает от самого первого этапа до самого финального. Вот поэтому, наверное, в этом уникальности есть. Но это уже совсем другой уровень производства комбикормов. То есть четко все дозировано согласно рациона, который будет задан зоотехникам, будет задан, внесено все в рецептуру и он будет все выполнено на 100% качественно. И для того, чтобы получить уже конечный результат, а конечный результат для нас это молоко. Производительность непосредственно, вот комбикормового цеха это 5 тонн в час, но мы уже реально его опробовали и реально у нас получилось более 6 тонн в час мы смогли получить комбикорма готового. Выращиваем сами мы, естественно, зерно только. Поскольку кукурузу мы здесь вырастить не можем на зерно получить, все жмыхи, будь то подсолнечниковый, рапсовый, соевый шрот, естественно, это все в наших шротах не произрастает. Естественно, это все приходится приобретать. Принцип работы, можно сказать, набирается, вот там бункер стоит, тот большой, набирается туда 2,5 тонны зерна, смеси, передается в этот бункер, тогда запускается, вот сейчас будет запускаться, он запускает дробилки, дробилки долбит и вот по этой линии, он уже идет смеситель, корм готовый, добавляется премикс вот с этих маленьких бункерочков уже, все добавочки, и смеситель, смеситель домешивает и с каждым бункером направляет. В принципе, все делается автоматом, человеческий фактор тут как бы исключен, человек просто включает кнопочку, у него уже вся линия разработана полностью, компьютер знает, с какого бункера что ему набрать, и готовая смесь уже получается, идет сразу в трактор и коровкам. Стоимость этого вот объекта, на котором мы сейчас присутствуем, порядка 150 миллионов рублей, то есть это все, вот что здесь, это и строительная часть, это и благоустройство, ну, которое еще предстоит вот частично доделать, это приобретение всего оборудования, то есть все входит вот в эту сумму, в эту стоимость. Ни одной копейки здесь не вложено заемных средств, то есть это все средства, которые заработаны предприятием, но поскольку существует программа, областная программа субсидирования части затрат строительства зерносушильных комплексов, сейчас вот собираем все документы, документы будут представлены в департамент сельского хозяйства, и мы надеемся получить вот бюджетную поддержку на строительство именно сушильного комплекса, не всего комплекса, который здесь есть, а именно сушилки. Этот объект, после его официального ввода в эксплуатацию и сдачи, будут представлены документы и, соответственно, субсидирована часть затрат.